поехал поменяю шины на зимние на улице уже холодно периодически температура скачет до минус 3 минус 90 в общем приближается к нулю и туда-сюда до 10 и плюс еще снега навалил очень много когда торможу машину протягивает по-любому нужно шины он они у меня загружены четыре колеса как раз входят ровненько багажник отличные шины новенькие тачку когда покупал мне в подарок их организовали вы смотрите видите протягивает тачку осмотритесь убедитесь безопасности так что полюбасу надо поменять сейчас на зиму либо возможности буду ехать аккуратненько осторожненько особенно на поворотах еду то всего лишь там 20-30 когда ровно дорога куда не шло вот когда поворот то все пипец можно тут эти штуки повключать конечно так но сильно это все дело не поможет так что постараемся аккуратно доехать не врезаться сейчас выехал уже на трассу где много машин дорога протоптана да видите тут уже мокрый снег и когда здесь сейчас вот нажимаю торможение то машин четко останавливается держит дорогу а вот возле дома там где у нас мало машин ездит там все ровненько и такая обледенение в общем и машина катится некоторые люди например такого мнения что если машина тяжелая джип до больше двух тонн весит то в принципе не нужно менять на зимние якобы те шины которые есть и тяжесть машины и все будет чики-пуки машину протягивает вперед по инерции могу еще такую тему сказать что доволен очень стабилизацией вот когда например гололед да я нажимаю ее только вперед тянет чисто по инерции а вот в бок не кидает система abs его в общем стабилизация работает здесь просто шикарно ее не виляет не раскидывает просто начинает тормозить и так как не за что зацепиться чуть-чуть прокатывается вперед но вот здесь например даже вперед не прокатывает все отлично но все-таки нужно я думаю что менять шины на зимние конкретно вот в уфе я не знаю может где-то потеплее в том же краснодаре в сочи этого делать конечно не нужно там и так прокатит а вот башкирия здесь достаточно снега и холодно и погода постоянно меняется то теплеет потом резко холод из-за этого получается гололед и особенно на трассах вот на таких вот поворотах когда вы идете на заворот да то все это самое опасное местечко когда едешь прямо еще куда не шло вот когда заворачиваешь вот это беспонтовая тема также многие например и спорят что лучше липучки или шипы ну насколько вроде как я понял липучки вроде как лучше но тут тоже нужно учитывать в каком регионе да там снег лед где вы ездите допустим я сейчас вот пригороде еду да здесь холоднее температура вот только что по трассе его там ехал там было но сейчас минус 2 как бы температуру непонятно как-то скачет хотел организовать короче диски вот уже посмотрел вот решился все потом что-то подумал может быть я летом возьму лучше диски у меня 18 может поставлю вообще 20 и шины тоже поменяю ну будет такая тема летняя покрасоваться а вот зимой как раз таки оставлю вот это то что с машиной шло с машины идут литые заводские диски они они тоже в принципе красивые все четко как бы все устраивает но я хочу сделать как чтобы не перекидывать каждый раз вот это на шиномонтажке до разбортировка и все такое летние диски летние шины и также зимние диски зимние чтобы колеса были уже комплектации я просто сам дома приподнимаю машину до меняю колеса дома и все и все отлично что больше вот так вот не есть не перекидывать не заморачиваются вот хотел сам это сделать сейчас в смысле но подумал сейчас куплю красивые диски поставлю их зимой и будет это все короче дело не в тему так что решил как-то сделать поэтапно по логике грамотно сейчас тем литьем которое заводское я меняю на зимние и у меня получится зимний комплект как раз таки заводское литье и зимний комплект весной целиком это все дело снимаю покупаю новые диски новые шины и другого диаметра и это будет у меня летняя комплектация и вот так вот буду менять но вот эти шины конечно остаются я их или в запас оставлю мало ли что там случится или может быть продам но лучше оставлю в запас пусть будет на лето еще запасные шины ну или например там в путешествие если поеду лучше конечно на 18 ехать чем на 20 потому что 18 это такая золотая середина в общем мягко ехать на 20 все таки я думаю что будет намного все жестче но так чисто поездить покрасоваться до до дома нормально такие вот короче ребята делища вот можете посмотреть какие у нас дороги это у нас основная трасса здесь ездит фуры сегодня у нас так какое там число 17 ноября ноябрь месяц и сегодня только вот выпал снег до этого снега не было вот за сегодняшний день видите сколько снега я кстати водка шины меняю наверно сам последний не люблю короче в очередях вот этих виснуть некоторые люди еще за месяц поменяли шины никогда этого не делал не знаю всегда выжидал момент и вот сейчас спокойненько аккуратненько просто доеду поменяю все отлично вот люди как делают за месяц подъезжают да как только первый там холодочек да все сразу меняют и потом на этих шипах температура поднимается каждый год одно и то же поднимается где-то недельки две три опять но чуть ли не лето наступает и люди вот просто по асфальту на шипах фигарят настолько заранее пытаются это все сделать может быть у них там по время времени у них нет или чё я не знаю для чего так подъезжаешь колесо у меня короче там нужно было кое-что сделать подъехал блин машин двадцать везде короче стоят там хрем подъедешь что-то какой-то вопрос решить все вот эти шины меняю за месяц нафиг вот надо я не знаю вот сейчас конкретно в момент я понимаю что температура больше не снизится будет держаться ноль и выше от нуля до десяти примерно и и если я сейчас меняю ставлю шипы то как раз таки машина будет ездить уже по конкретной вот льду не зря шипы воткну а так насиловать вовремя тачку я не знаю еще ездить на этих шипах от них же шум идет не очень прикольно не раньше времени ну все короче сейчас я аккуратненько доеду ну вот смотрите 80 еду машина в принципе в поворот спокойно заходит без проблем на улице вот сейчас минус 2 чуть снежочек гололед тоже есть но даже вот то что гололед в принципе машина едет нормально но если заходить конечно в поворот ее поведет так что на поворотах я буду сбавлять но на 30 и 40 и кстати я вообще блин фигею от некоторых водителей которые умудряются на лысых лысых шинок да на вазы вазах тазах да летать блин под 120 150 в такую погоду и и потом едешь проезжаешь сможешь въехал в кого-то или газельки блин и начинают гонять с людьми тоже еду спокойненько меня газелька обгоняет такая фигарит потом я чуть попозже проехал ее смотрю вот врезалась люди вышли из газельки стоят ждут вот обломище на чё они вообще рассчитывают не знаю что у них супергероические машины или чё или фуры вот такие вот некоторые когда начинают гонять я тоже блин не понимаю вот этих вот там жестко вот подъем и прям заворот мощный идет здесь очень много кстати аварий пресс вот вот именно вот в этом отрывке и какого-то хрена вот фуры здесь летают тоже не понимаю ну вот ничего с этим не поделать видите местечко такое обломная здесь нужно быть короче поаккуратнее несколько полос потом в итоге сужается всего лишь в две полосы и резкий поворот и еще и спуск и вот здесь периодически машины въезжают вон сзади фура меня летит как мне бесит я вот такие моменты пытаюсь как-то пропустить вот этих дебилов вот их здесь ведет несколько раз я вот так ехал и фуры просто один раз передо мной пролетела и вот туда есть такие вот водители олени вообще вот и не знаю напишите вы так ездите вы делаете поступки оленей я тоже могу сейчас там да а у меня там прада новенькая охеренная тачка стабилизация всякая херня там и айда погнал короче героя врубил зачем это нужно делать блин природа есть природа она всегда возьмет свое какая бы у вас там машины не было там навороченная это всего лишь блин грёбаные шины не надо на них так сильно надеяться они вас не спасут короче ладно сейчас я доеду поменяю потом на шипах буду ехать и вот сравнил по шуму даже сейчас еду все тихо в салоне все нормально вот на митсубиси я когда менял на шипы менял потом ехал и сразу прям чувствовал вот это и чувствовал и так сказать задница и да и шум в салоне ну там по шумке так себе конечно у митсубиси но вот в прадо по шуму все отлично на посмотрим насколько будет разница если я поставлю шипы вот просто интересно мне даже самому это у меня первый год первая зима на новой машине ну как бы мой опыт на прадо так что такие делища ребята сейчас доедем я там записан поменяю прокачиваюсь и расскажу еще одну тему хочу сказать вот дорогу здесь у нас вот эту трассу да за этот сезон два раза переложили новенький асфальт второй раз и вот смотрите вот только недавно второй раз был нового асфальта и калия 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 и вот самое жесткое беспонтовая это вот это как раз таки калия потому что если ровненькая дорога да то машиной может зацепиться все отлично а когда калия машина просто попадает в нее если гололед просто тупо из колеи вылетает и все и машине кранты и и начинают везти в прошлом году вот здесь я вот ехал и вот где вот сейчас фура поворачивает здесь такая мощная авария была машинально 20 машины короче заезжали в этот поворот и их просто начинало вот крутить я тоже подъехал вообще тихонечко на шипах и такой момент был прям жесткий гололед вот прям как на коньках и тоже машину мою начало закручивать это на митсубиси когда я был ладно там более-менее ну получилось тормознуть просто машины короче подъезжали и начинали вот просто катиться и никто ничего с этим не мог сделать и пофиг какая там джипы большие грузы там вообще просто все начали кататься и и в друг другу короче въезжали у меня чисто повезло так машин ночь среди машин как-то провилял блин проехал прокатило так сказать а так вот из-за этих за этой вот колеи вот аварии происходит асфальт конечно ложат вообще говнище еще то может быть такая уже заезженная конечно тема типа российские дороги и все такое но блин у нас только конечно я не знаю что они тут за асфальт ложат это вообще там есть асфальт или нет ну вы прикиньте два раза вот эту дорогу делали основную трассу два раза все лето пробки были все лето были фигней страдали километровые пробки до только все положили и все их а на дороге потом опять пробки и сейчас смотрите опять беспонтовая тема весной начнут снова это все чинить и короче это херня бесконечно каждый год сколько я здесь живу за сезон два-три раза умудряется переложить вот это вот этот асфальт вот столько раз блин вот им самим вот не надоело уже если бы еще и техника была ту блин техника у них говнище блин три человека один камаз и работает вообще непонятно как не ночью делаю до делают этот днем ночью блин ни хрена никого работников нет но ложьте асфальт делайте это все дело ночью плюс еще придет одна команда нароет слой снимут и никого нет короче вместо того чтобы блин сразу поэтапно все это делать раз одна команда сняла слой вторая быстренько блин положила нет слой снимут и все пол лета никого нет одни к свою задачу как бы решили а вторые еще до этого не добрались вот так вот в россии короче сделают дороги тойота камри вот мой аппарат прадик вот еще прикольно тачка альбхарт какой-то так сколько стоит 5378 вот на такое путешествие ехать офигенно все семьей можно спокойно загрузить закинуть туда все что нужно диски смотрите какие золотые диски блин офигенно четко смотрится закрыта прадо вот это прада только комплектация попроще идет здесь полностью идет кожаный руля у меня вставки там дополнительные и тут коричневый цвет внутри ну и что-то мне коричневый не очень смотрится как-то так себешно лучше черный цвет нормально ну диски блин офигенно конечно это вот стандартное литье прадика это двухсотых в синем и в черном цвете ну синий цвет тоже так себешняя тема такие аппараты смотрятся только в черном цвете не знаю ну черный или белый но мне больше черный нравится вещества м м м м м м м м м Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Короче, они там... Сделают тестирование... И если что-то не так, исправят... А я решил маленечко погулять... На чистом воздухе... Зима... Хорошо... Снег когда... Идет вообще офигенно... Красота, ё-моё... Тут рядом еще... Автосалон Lexus находится... Вот... Может, сейчас хожу, посмотрю, что там есть... Интересного... Ну, а самое интересное... Это, конечно же... На улице... Просто, блин... Обалденно... Когда есть у тебя машина... Почему-то редко... Редко очень гуляешь, блин... Не знаю, у вас так или нет... Но у меня так... Вот машина, да... Вот... Постоянно на машине... Вот куда угодно... До магазина, да... Просто походить некогда, ё-моё... Из-за этих машин... Вот сейчас нет машин на данный момент, да... Как будто тебя лишили чего-то там очень важного... Но нужно вот сейчас как раз-таки пользоваться моментом и прогуляться... Сейчас зайдем, посмотрим... Лексусы... Чё почём... Сейчас, короче, снимал, иду... Выбегает из Лексуса охранник... Догоняет меня... И такой вопрос задаёт... Извините... Вот... Побеспокою... Вы просто так снимаете или как? Я говорю, я блогер... А зачем снимаете? При том, что я даже в салон не зашёл... Я просто... Чисто на улице... Заснял момент... Вот просто прошёлся... Кругаля дал... И этот подбегает, спрашивает... Какого хрена ты типа... Видосы пилишь? Я просто, говорю... Тачку сдал на ТО... Хожу... Вот... Нравится машина... Болтовня обычная... Блогерская... И всё... И чувак не знает, что сказать... Но вот видите... Такое вот недовольство... Непонятно... Зачем... Спасибо, сказали, что я вообще это делаю... Рекламирую им тут... Понимаешь, а они... Опа... Чуть не упал... Скользко... Вот такая вот, короче, движуха в России... Может, конечно, не только в России эта тема... Но в России частенько встречается, что... Ты что-то там снимаешь... И... Подходит охранник... И говорит... Чё-чё-чё... Чё, братан? Чё снимаем? Чё, а? Да не, ничего... Так... Такие делища... Всё... Колёса поменяли... Теперь у меня... Чупы... Сейчас ничего не видно... Завтра, наверное, я засниму... Видосик... Зато тачку хламыли... Что мне нравится в Toyota центре... То есть... Загоняешь машину... Что угодно с ней там делать... Без разницы, да? По какому поводу... Всегда помоют машину... Ну, в общем, так сказать... Мойка... На халяву... Всё... Чёткий таз готов... Можно ехать дальше... Поставил, короче, шины... Всё отлично... Доехал я до дому... Дорогу держит... Просто, блин... Шикардос... Когда я ехал туда... Притормаживал... Да... Машину протягивал... Да там... Ну, всё... Такое ощущение было... Не очень... Уверенности... Маловато было... В аппарате... А сейчас едешь... В принципе... Всё отлично... Пробовал несколько раз разгоняться... И при этом... Тормозите... И при этом... На поворотах... Вот... Машину не заносит... Держит ровно... И... Скольжение... Ну, там... Буквально... Не знаю... Метр... Ну, немного... В общем... Метр-два от силы... Ну, чем быстрее... Естественно... Там... Вы едете... Чуть больше... Тормозной путь... Но... Его достаточно... Чтобы остановиться... Тем более... Если вы держите... Более-менее... Грамотное расстояние... То вообще... Без проблем... Так что... Я доволен... Всё отлично... Будем ещё тестировать... До весны... Шины... Посмотрим... Так... Что это у нас... За шины... Хакапеллита... Какая-то... Блин... Я не знаю... В описании... Я напишу... Что за шины... Если честно... Не помню... Мне их задарили... Я их поставил... И даже ещё не видел... Как они называются... Ну... В Тойоте... Они были... Самые дорогие... Хакапеллита... Что-то там... Восемь... Сувь... Ладно... Посмотрим... Что за тема... Утречка... Снега навалило... Красотища... И... Я как раз... Полёс... Поменял... Теперь у меня... Шиповочка... Так... Посмотрим... Вот что было... Вместе всё... Ништяк... Нокиан... Нокиан... Лоу... Роллинг... Нокиан... Роллинг... Нокиан... 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 Мапеллита Какое-то О8СУ Офигенно Ништяк Снежочек Класс Просто Блин, очумительно Зима, ребята Наконец-то наступила Мне вот Нравятся Всегда конкретные погоды Конкретное лето И конкретная зима А вот осень, весна, сопли Да, вот эта вся Тянучкость, лякоть, грязь Вот эта мне не нравится А вот четкая зима Вот, видите Конкретный снег Просто шикардос Четкий снег Четкая жара Блин, вот это другое дело Просто по кайфу Идешь, вот хрустит под ногами О, сколько снега Навалило Офигенно, короче Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok